Всем тихой ночи! Продолжаем обновлять старые видео по организациям. И теперь на очереди организация из русскоязычного филиала «Мясной цирк». И она на редкость действительно злодейская, что в целом контрастирует с тем, что мы видим в английском филиале, где группа аномальных негодяев, даже будучи не слишком приветливыми, обычно не являются однозначно злыми. С чем же таким сталкиваются сотрудники SCP из зоны 7. Однажды во время расследования, связанного с цирком всего тревожного, о котором недавно было видео, ссылка в описании, фонд SCP нашел нечто слишком необычное, даже для тревожного цирка. Среди горящих карнавальных построек агенты SCP встретили странноватого вида машину, состоящую из неизвестного черного металла, а также был задержан мужчина, явно понимавший, как с ней обращаться. Оказалось, что если поместить в эту машину человека, тело жертвы начнет аномальным образом преобразовываться, становясь в итоге подобием червя, движениями которого можно управлять с пульта, имеющегося на машине. Интересно, что если машину отключить и извлечь из нее получившееся существо, оно обратно преобразуется в человека. Пойманный мужчина оказался инженером из Москвы, который работал на организацию мясной цирк, так что делом занялся руфилиал SCP. Тем более, что существа, созданные от организации, уже попадались в фонду. Однажды от некоего султана из его гарема сбежала женщина. Попав в правоохранительные органы, она рассказала, что видела монстра отдаленно похожего на лошадь, но состоящего из двух девушек, неизвестным образом скрепленных вместе. Мока SCP легко захватил объект, и теперь он живет в камере содержания SCP-1063-RU. У существа на одной из ног была вытатуирована римская цифра 5, и подобные татуировки на самых странных существах попадутся в фонду еще множество раз. Например, фонд SCP однажды обнаружил человекоподобное существо с большим количеством внедренных механизмов и татуировкой в виде римской цифры 20 на спине. Механизмы были выполнены из того же неизвестного черного металла, уже знакомого фонду, так что сомнений не оставалось. Это изделие мясного цирка. В отличие от предыдущего образца, существо оказалось разумным, и объяснило, что когда-то она была обычной женщиной, но каким-то образом попала в руки цирка, где из нее сделали такой вот объект и продали некоему клиенту. Цирк этот со временем решил избавиться от объекта, и он попал к агентам фонда, и теперь находится в камере SCP-1082-RU. В самом начале видео я сказал, что организация это действительно злодейская, и это не просто так. Ведь тем, кто успешно стал тем или иным произведением, еще повезло, ведь есть те, кого признали браком. Однажды в Уфе местный житель обнаружил коробку с надписью «Брак». Она лежала около реки, и по всей видимости выпала из проезжавшего мимо грузовика. Увидев, что коробка обмотана окровавленной тканью, местный житель решил ее не трогать, а рассказать властям, среди которых у SCP, конечно же, были свои люди. Внутри камеры 1113-RU коробку открыли, и увидели там мужчину без нижней части тела, оплетенного черной цепью из уже знакомого металла. Несмотря на несовместимые с жизнью раны, он не только не умирал, но даже не нуждался в пище и питье, как, впрочем, и большинство других изделий мясного цирка. Выходит, этот мясной цирк изготавливает разных аномальных гуманоидов из людей, изменяя их тела неизвестным черным металлом. Различные устройства из этого металла заменяют несчастным органы и части тел. При этом они нередко крепятся к костям таким образом, что их просто невозможно извлечь, не лишив объекта жизни. Получившиеся существа получают номер, и теперь называются произведениями, и в итоге их просто продают тем, кто больше заплатит. Подобных существ Руфилиал Фонда наловил довольно много, но вот выйти на саму организацию никак не удавалось. Однажды лишь в камеру SCP-1079 Ru заселили очень толстого человека, сидящего в позе лотоса, с огромным количеством модификаций из черного металла. На лбу у него была татуировка в виде римской цифры 3. При этом вместо центральной полоски был приемник для монет. Его аномальное свойство в том, что если положить в это отверстие монету и капнуть кровью любого человека существу на язык, этот самый человек внезапно появляется в полом животе объекта, где бы он не находился до этого. У группы бандитов, владевших объектом оперативники фонда, также нашли подобие рекламного буклета, где было написано, что этот объект является произведением номер 3, мясного цирка, предназначенным для возвращения беглых людей. Похожим буклетом было снабжено и другое существо, известное как SCP-1065 Ru. Этому парню не повезло, наверное, больше всего, потому что он представлял собой просто электростанцию на человеческих ногах. Способен он был только бегать, дышать и вырабатывать электричество. Незавидная участь. Чуть больше информации фонд получил, когда разгромил крупную группу контрабандистов. Внимание организации они привлекли тем, что охраной грузов у них занимался явно аномальный гуманоид. Человек, передвигавшийся на четырех конечностях и имевший у себя на спине турель с двумя спаренными орудиями. Захватить объект было не так просто, ведь он продолжил сражаться, даже получив несколько пылевых ранений, и успокоился, только когда оказался в облаке особого газа. Перед этим по неизвестной причине убив одного из бандитов, который до этого им управлял. Среди вещей злодеев был найден буклет, аналогичный тому, что был у двух других существ цирка. Однако на этот раз он был подписан неким человеком по имени Фредрик Хавьер. Впрочем, никаких следов существования такого человека фонд не обнаружил. Да и стоит ли искать такого человека, ведь в другом случае подпись была Фердинанд Липман, а в третьем Финбор МакТик. Однако по немного агентам организации все же удалось собрать информацию и даже устроить рейды на некоторые убежища мясного цирка. В одном таком убежище в посылке был найден скальпель. Таким цирк, судя по всему, проводил свои операции. Оказалось, что он обладает довольно широким спектром аномальных свойств. Оперируемые этим инструментом приобретают огромную живучесть, меняются размеры и даже функции органов. В отдельных случаях существенно изменяется само строение оперируемого организма. Предмет хранится в камере 2080 ру. И похоже, именно такими скальпелями цирк создает своих существ. Кроме того, агенты фонда нашли высокий тотем из черного металла, в основании которого находились сросшиеся между собой тела людей. Тотем обладал воздействием на психику человека, и если жертва ему поддавалась, она также прирастала к массе тел. Оказалось, этой монструозной конструкцией владел человек, использовавший ее для добычи органов на продажу. И при его допросе удалось узнать довольно много разной информации. По всей видимости, почувствовав, что агенты SCP подобрались слишком близко, мясной цирк создал несколько существ. Похоже, что единственной задачей которых было сеять хаос в округе. Одно из них, например, это SCP-1069-RU, существо, напоминающее метровую гусеницу с головой младенца. Монстр очень подвижен и способен быть практически невидимым. При нападении на человека он присоединяется к его позвоночнику, и получает контроль над телом жертвы, делая из того своего рода зомби. Распространение этих существ вызвало множество проблем у руфилиала фонда, так что агентам надолго стало не до поиска самого мясного цирка. Несмотря на огромное число пойманных объектов, информации о мясном цирке у фонда очень мало. Но не зря же в мире SCP есть такая штука, как библиотека странников. Измерение, содержащее знание обо всем. В одном из пыльных томов написано, что мясной цирк делится на три ветви. Первый – это мутаторы, которые путем использования особых хирургических инструментов и мутагенов создают собственно мутантов. Вторая ветвь – это техники. Они в основном занимаются внедрением различных аномальных механизмов, своих подопытных, напоминая этим последователей церкви разбитого бога. Третья же ветвь занимается мистическими преобразованиями, предпочитая аномальным скальперем и механизмом древнее недоброе колдовство. Это были бы совершенно отдельные и не похожие друг на друга организация, если бы у них не было связующего звена. Им выступает некий человек, каждый раз имеющий новое имя, начинающийся на букву F. Он является главой сразу всех трех групп, причем его руководство похоже скорее на деятельность импресарио, руководящего цирком или театром, а своих подчиненных он считает артистами, потому собственно и мясной цирк. Также он ведет бизнес практически со всеми темными личностями мира SCP, продавая им творения своих подопечных. Сам этот человек на букву F похоже является каким-то древним и достаточно могущественным существом, которого в старинных свитках называют всеотец и описывают как высокого мужчину со множеством лиц, каждый из которых способен свободно перемещаться по его телу, пропадая и появляясь вновь. Он используя три начала, а именно магию плоти черного металла, а также просто различные ужасные заклинания, создал три течения, каждый из которых и стал и соответствующим отделением мясного цирка. Такую информацию о цирке могут узнать посетители библиотеки странников, среди которых, к слову, бывают и сами представители этой организации, ищущие самых запретных знаний среди страшных книг. Короче, снова убеждаемся в том, что если объект SCP пропитан хтоническим ужасом и изобилует отвратительными описаниями и подробностями, это точно русскоязычный филиал. Умеем-могем! Всем пока!